Всех приветствую! Давно не было обзоров, поэтому решил сделать сегодня дополнение. Во-первых, скажу, что биток все-таки пошел гораздо выше, чем планировалось. Конечно, такой бычий вариант был на 64 с ним большим, но пошел он гораздо выше и пробыл исторический хай. Что меняет коренным образом картину, тут уже никаких треугольников, теканечных гоналей, коррекций нету. И у нас остается на самом деле три варианта. Первый вариант, что тут была коррекция, тут была тоже коррекция, и тут еще будет импульс, и потом пойдет вверх. Это будет флэт. Второй вариант, что это конечная диагональ, потому что вот эта часть какая-то довольно странная, очень похожа на треугольник. Соответственно, этому мы можем что сделать? Вот так, вот так и вот так, и будет весело. Ну, а самый бычий вариант, что действительно пошли вверх. Честно говоря, не знаю, какой из них сработает, даже рисовать ничего не буду, думайте сами, но как бы покупать точно уже не стоит. А эфир сломал диагональ, но в той форме, которую я, например, здесь рисовал. Соответственно, этому, что у нас тут? Да может быть, это другая конечная диагональ совершенно, то есть другая форма. И это идет пятая волна, и все равно вариант вниз все еще есть. То есть покупать я не советую. Но самый дебильный вариант, что он на 6 тысяч пошел. Это дебильный вариант, я в него не верю. Но на самом деле крипта неплохо так выглядит, но кто покупал, я не советую больше лонги держать, это уже слишком опасно. Сами видите, какой взрывной рост, ну, явно тут что-то не то. То есть тут уже пробили всех АИ на всех валютах, разве что Ripple что-то плохо себя чувствует. И Ripple как раз-таки подтверждает, что он совсем не на 1.40, потому что как-то вообще не вижу, как он туда пойдет. И BNB тоже выполнил все цели, то есть у него какая была задача? Ну, пойти пробивать вот эту вершину как минимум, в принципе он это сделал, ну, по идее он может, конечно, на 700 сходить. Ну, вот чисто по BNB, если судить, в принципе, да, может еще крипта подрасти, но все равно лонги держать не советую. Просто потому, что, ну, слишком высоко уже, и много вариантов вниз. Так, а все остальные рынки, на самом деле, крипте не сильно привязаны, но просто разберу их по скольку, по стольку. Ну, во-первых, скажу, что доллар идет чисто по плану, то есть он пробил вот эту вершину, и по идее это конечная диагональ. И сейчас доллар должен пойти на укрепление, и потом только вниз. Соответственно, вот на этом деле много что может упасть, в том числе и крипта. И, например, S&P, то есть S&P очень высоко забралась, ну, то есть, конечно, что-то коррекционное, но нормальную коррекцию мы еще не видели, и хотелось бы ее в четвертую волну увидеть. Соответственно, тоже опасно не держать. Ну, поскольку доллар вниз, вернее, вверх, то еврей как раз-таки, вот он дошел до этой развилки, и ему надо сходить на 1.15. Если эта фигура подтвердится, то пробой вот этого дна можно скупать на все деньги. А фунт получше, чем евро выглядит, он растет более импульсно, и, по идее, фунт вниз может и не вернуться. Конечно, есть всякие варианты, но я все-таки жду что-нибудь такое-такое туда, а второй вариант, что так и так. Какой будет сработан, не знаю, не знаю, вот пока нужно ждать. По нефти, по нефти мы сходили вниз, и, как видите, нефть идет четко по плану. Ей нужно идти на 86, в принципе, есть куда подрасти. Если варианта вниз, то почти нет, потому что вверх заходной подтвержден, вниз коррекция небольшая, в общем, все нормально. Еще добавлю газ, потому что по газу хорошая картина, и он в последнее время, сами видите, как он растет. И как бы тут четвертая волна. То есть у нас вот такой треугольник, а треугольник это туда. То есть газ на 7, легко, советую покупать. Золото подтвердило рост. Единственное, что непонятно, что это, как это, куда это. Но 1835 оно пойдет. То есть вот как что-нибудь такое-такое. Там останется вариант вот что-нибудь такое, и туда. Ну, либо сразу вверх. В общем, так. Ну, а все остальное тут смотреть нет смысла. Короче, жду доллар вверх. Крипту чуть пониже в коррект, но с криптой не все так ясно, как хотелось бы. Вариантов три, так что думайте сами. В общем, так пока такие прогнозы и до следующей встречи.